Сделано так. Не потому, что это нужно для доказательства, а потому, что это нужно для того, чтобы вы, как сказать, получили бы некую радость жизни. Сейчас, буквально за несколько минут, я докажу теорему Фари. Это будет приятно, потому что мы обещали мне сегодня две трудные теоремы. И если одну из них мы уже докажем, согласитесь, что вам будет как-то лучше вериться в то, что и со второй будет так же. Итак, чтобы доказать теорию Фари, я буду рассуждать индукции по числу вершин Трасова. Обратите внимание, когда Виктор Трасов пытался намного не хватит рассказать, он пытался применить индукцию по числу граней. И там, в общем, совсем-совсем было плохо, ничего не получилось. А вот по количеству вершин, оказывается, все легко сейчас пройдет. Для того, чтобы какой-то там граф... Представьте себе, у нас изображены ребра какими-то кривыми линиями. Теория Фари, она утверждает, что если какой-то граф нарисован кривыми линиями, то можно, внимание, непрерывно деформировать эти линии и вершины, непрерывно двигать, чтобы в процессе движения никогда не возникало бы лишних пересечений, и чтобы в конце у нас возник бы граф, у которого ребра это отрезки. Так, ребята, разумеется, многим из вас тяжело понять, что такое непрерывная линия. В том числе, что в школе это не учили. На самом деле, это абсолютно не нужно. Потому что вы можете себе представлять, что вместо непрерывной линии у вас просто ломаная... Но это не вершины графа, а просто ребро изображается в виде ломаной. А что такое непрерывное движение ломаной, понятно, это ее вершинки. Надо непрерывно двигать. Правда, тут есть одна неприятность. Если вам дали даже дверь ршины и соединяющую их ломану, доказать, что ее можно так продеформировать, чтобы она ни разу на себя не навязала, вот и не самая иссякающая сложность есть, что ее можно так продеформировать, чтобы она в конце года стала отрезком, то есть, как ни странно, даже это вполне себе серьезная теорема. А уж если вам дали не две точки, а вам дали три точки, каждая из которых соединена ломаной, доказать, что можно это все продеформировать в треугольник, это совсем серьезное математическое утверждение, которое называется теорема Жордана. На самом деле, у нас даже в несколько лет лекция была, она даже записана, в интернете висит, хотя, если честно, даже в ней я не вполне строго рассуждал. В общем, ребята, это отдельная работа. Сейчас я считаю, что вот эти проблемы с теоремой Жордана у нас с вами решены. На самом деле, в математике они действительно полностью решены, во всяком случае, когда ломаная, а на самом деле, и когда не ломаная, тоже там, в общем, придумали, как с этим совсем бороться. Но сейчас это абсолютно к теме нашего занятия не относится. Мы считаем, что таких проблем нет. Господа, итак, Витам, что же такое теорема Фария? Если дан произвольный крамп, в котором рёк какие-то кривые, да, или там, ну, изломанных сделок, можно продеформировать, чтобы они все стали отрезками. Сразу скажу, если вы видите, скажем так, одна вершина, вторая вершина, третья вершина, четвёртая вершина, пятая вершина и шестая вершина, то можно сделать следующее. Ой, тут ещё есть. Вот эта вершина, да, вот эта. То можно сделать следующее. Там, где есть более чем треугольник, провести линию. Провести линию. А здесь не надо. Это уже линия, это уже сама посетительная. Провести линию. Провести линию. Пожалуй, здесь надо. Нет, вот эти вот средние. Раз, два, три, четыре. Четырёхугольник. Ну и ладно. Стало два треугольника. Я забыл внешнюю границу. Я забыл сделать вот так. Я забыл сделать вот так. Ребята, а вы понимаете, что у нас количество вершин не меняется, а количество ребер всё время увеличивается. Если я верю, что я в конце концов, в теореме говори докажу, то я, конечно, для нового графа тоже её должен доказать. Ну и, разумеется, если я докажу для такого графа с добавленными ребрами, то что я для исходного автоматически высотрою эти лишние ребры и всё получу. Значит, я могу считать, что в теореме о распрямлении ребер планарных графов все ребра, которые у меня, в конце концов, будут, должны стать отрезками, и все грани должны стать треугольниками. Вот. Все грани треугольников. Триангуляция. Значит, я добиваюсь, чтобы не только все внутренние грани стали треугольниками. Я добиваюсь, чтобы внешние грани... Так, здесь вот я вот так провожу. Раз. Что-нибудь ещё нужно? У меня сейчас во внешней грани какие вершины лежат? Вот это раз, вот это два, и вот это три. Вам всё, да? Да. Так, где-нибудь четырехугольник или с большим количеством вершин есть? В общем, ладно, даже если есть, в случае надобности проведём лишнее ребро, и всё будет хорошо. Итак, у нас получился граф, в котором все грани треугольники, в том числе внешние грани, тоже треугольники. А, вы провели одно лишнее ребро? Где? Двойных жеребро нельзя. Двойных нельзя. А где? Причем. Не буду рисовать слишком страшную картину. Представьте себе, что у нас есть какой-нибудь граф, который надо треаномировать. Ну, например, вот это вот это это нормально. Ну, очень просто. Проводим уже два треугольника. Здесь проводим треугольник проводим что ещё надо? Давайте здесь проведём. Так, внешняя грань, теперь с ней надо разобраться. Проводим, проводим, согласны? Так, проводим, всё ещё плохо. Проводим. Пошли. И, ну, давайте так, например, да? Так, теперь на внешней грани три точки, и внутри воним тоже везде. Вот замечательная реангуляция. Продолжение следует...